Зрители, дайте энергии, дайте поддержки! Веселая эстафета на фестивале экстремальных видов спорта от всем известной игры отличалась только размером эстафетной палочки. Ее вес – 50 килограммов. Каждому участнику команды нужно было принести ее по маршруту за более короткое время. Правила строгие. Если не донесешь до финиша, засчитывается проигрыш. Праздник провода русской зимы всегда. Издревле на Руси устраивались гуляния, устраивались такие вот именно праздники на ловкость, на силу. Андрей и его друзья приехали на Масленицу в лесопарк из Новомичуринска. Им предстояло бы участвовать в бросках 32-килограммовой гири, перетягивании каната, конкурсе «Двое одного несут». За призовые места боролись 8 команд. Пока взрослые соревновались, для детей устроили уличные представления. Они водили хороводы, передавали горячие блины. Давайте, ребята! Вот это да! Главное, чтобы блины-то не встретились! Скорей-скорей передавайте! Вот, отлично! Хороший ведущий, хорошая музыка, хорошие ребята, кто выступают. Конкурсная программа очень крутая. Хочу залезть на масленичный столб. Мне понравилось на лошадке, там это скакать. Я не привык еще. Блины, скажи, гелл, да, маленькие? Да. Очень хорошее впечатление, здорово и для детей, и для взрослых. Все эти состязания. Вообще очень здорово. Очень понравилось. Все вообще прям на высшем уровне. Молодцы ребята. С каждым годом все лучше и лучше. Приезжаем уже несколько лет сюда подряд. Ну, классно, нам все нравится. В этом году, что Новый год, отлично. Что масленица праздника, вообще супер. Победителями первого фестиваля экстремальных видов спорта стала команда из Новомичуринска. Второе место у команды лесопарка из Рязани. Третье место также у рязанской команды «Солнышко». Самое главное, наверное, самые ценные призы – это спортивные. То есть, чтобы спортсмены продолжали набирать силу и заниматься спортом. А также, конечно, у нас от спонсоров и полезные призы. Это и планшеты, и пылесосы. И, соответственно, даже продукты питания у нас сегодня тоже. Это наши рязанские производители. У всех участников фестиваля экстремальных видов спорта есть возможность подготовиться к следующим соревнованиям, которые пройдут через год. По словам организаторов, теперь масленица лесопарки станет традиционным праздником.